Здравствуйте, уважаемые студенты, уважаемые слушатели. Я Алманов Жахслав Толбаевич, работаю в университете Баишева на кафедре сельское хозяйство и экология. Предмет у нас использования машин в сельском хозяйстве, сам кандидат в сельское наук. Тема нашей сегодняшней лекции «Орудия и машины, предназначенные для заготовки кормов». Так как в Казахстане мы степной район или степная зона, многие областята, Атрауская, Актюбинска, Уральская, да и другие северные районы, мы держим скот. То есть скот раз есть, мы должны для них заготавливать корма. Но корма заготавливать не просто так заготовить, а заготавливать надо корма, во-первых, качественно, в сроки и своевременно. Тема нашей сегодняшней лекции, я как сказал, «Орудия и машины, предназначенные для заготовки кормов». Мы будем рассматривать сегодня три вопроса. Сенокосилки, КТП-6, КДП-4, второй вопрос, сенопрессы, квадратный, рулонный. И третий вопрос, прицепы, два ПТС-4, два ПТС-9, 12. Вот что это за машины и для чего они предназначены, я сейчас постараюсь вам рассказать. В основном у нас в Казахстане применяются два типа косилок, сенокосилки. КТП-6 – это косилка трехполотнянная. 6 – это 6 метров ширина захвата. И КДП-4 – это косилка двухполотнянная. 4 – это 4 метра ширина захвата. То есть два бруса. Вот как мы видим, две бруса имеются. Эти сенокосилки прицепляются, прицепные. Передняя часть за раму трактора. В основном она как прицепляется на колесных тракторах МТЗ-80, МТЗ-82. Передняя часть спереди на раму трактора цепляется, сзади на от вала отбора мощности трактора. Она берет и крутящий момент берет. То есть здесь эксцентрики стоят, все, и на нем начинает работать. Когда включаешь вал отбора мощности, она крутит и начинает работать полотна. Сенокосить мы должны обязательно заготавливать при влажности 26-30%. Если сено будет влажное, то сгорит. То есть сгорит она не так, что синим пламенем, она просто превратится в пепел. Вначале проходит у нас, если в степной зоне у нас сенокосилки, и сзади сразу прицепляются грабли. ГП-14, ГП-6, ГП-14. Если есть густые, например, если или там где-то в лощине густая трава, то вначале мы скашиваем, просто так скашиваем. На другой день, через сутки, идет чисто грабли, грабли ГП-14. Их сволакивает в волки. А вот на луговых, сверх степных, то идет сенокосилка вместе с граблями. Для чего это делается? Чтобы два раза не гонять трактор, не сжигать горючее. У нас здесь регулировки. Регулировки, например, вот тут не показано, но обязательно на сенокосилках должны, чтобы 100% сено косилось, должны регулировки быть. Вот этот сегмент должен совпадать с пальцем, обязательно должно стоять в ряд. Если не совпадает, то у нас, говорят, нет среза. Среза нет, значит, жует, косилка не косят. Вот это от гортачи с краю стоят. Это для чего? Чтобы скошенная сена не попадала под вторую косу. Этот нож или косу, она перекидывается сюда. После второй тоже. Если трехполотняный стоит, КТП-6, то после третьего тоже так же. И трактора за целый день, например, сколько скосил, столько с граблями проходит. После граблей у нас обязательно должно идти прессы. Прессы у нас два пресса есть. Квадратный пресс и рулонный пресс. Но в последнее время у нас практикуется рулонный пресс. Для чего прессует? Этим прессованием мы убиваем, как можно сказать, несколько зайцев. Это, во-первых, сено не сгорает, то есть не теряет качество. Во-вторых, если попадает, при попадании дождя не промокает. В-третьих, например, нету потери. Мы можем этими рулонами, например, если сейчас время некогда, убрать некогда, они рулоны не воруются, не воруются, потому что в рулоне 280-300 килограмм масса. Оно лежит и, например, когда свободное время, можешь их перевезти, легче складируются, потери нету. Да и зимой рабочим, например, при управлении скота рулон взял, раскатал и всё. Вот. И рулонные прессы состоят из камеры, из камеры, из прессового аппарата, связывает с двух сторон, связывает, есть ножи, связывает и она встаёт в рулоны. Но рулоны желательно, или квадратный пресс, например, любое прессованное сено должно иметь жёсткость. То есть некоторые сейчас для количества прессуют, если схвачиваешь, они лёгкие. Фактически 18-20 килограмм у нас бывает в квадратном прессе сено, а в рулонном прессе 280-300 килограмм. Сейчас многие уже привыкли в эти рулонные прессы, даже рассчитывают, например, один рулонный пресс на 20-25 коров. То уже, например, за день, утром одну дал, рулон после обеда одну дал. Уже, например, стойловый период у нас в нашей зоне, стойловым периодом и раньше считалось, мы заготавливали корма на 160-180 дней. Это называется как стойловый период скота. Но в последнее время сейчас у нас снег выпадает очень поздно в нашем Актюбинской области, я имею в виду. Рано и мало снежной зимы, рано уходит скот, уже в начале марта уже выгоняют 15 марта. И стойловый период проходит всего 3 месяца, каких-то декабрь, январь, февраль. Вот это 3 месяца. Хотя, хотя, этого не надо рисковать, надо заготавливать корма с расчетом на 150-180 дней стойлого периода. И дальше у нас в прицепе удерживается, вилка прицепа удерживается от осевого перемещения фиксатором, который своим клиновым концом входит в соответствующий паз хвостовика. Вот рулонные прессы показаны. Это уже на базе импортный рулонный пресс, видите, связано этими веревкой. Вот это качество не теряет, не промокает и потери почти не происходят. Вот я как говорил, 26% должно быть влажности. Если влажное сено будет, после дождя, например, мы после дождя, если вдруг волок попал под дождь, то оно в волку плохо просыхает, мы должны обязательно перевернуть волок. То есть опять грабли пустить и перевернуть, за день он высыхает. Вот здесь показаны сразу и рулонный пресс, и квадратный пресс. Тоже на импортной базе, связано с двух концов. Дальше у нас идет... Хорошо, мы сено скосили, запрессовали, надо его перевести. Перевести у нас есть прицепы, тракторные прицепы, два ПТС-4. Вот прицеп состоит из рамы, шасси, колес и прицепного агрегата сверху. Этими прицепами у нас перевозят все. Например, и сено можно перевозить, и силос, и солому. Есть у нас еще прицепы на базе К-700. Это два ПТС-9 и ПТС-12 называются. Они раскладываются. Ими можно возить и зерно. Например, за К-700 прицепляется ПТС-9 и ПТС-12. Сразу он везет 20-25 тонн. И можно их и раскладывать, например, два этих, и везти рулонные прессы. Очень много зараз забирает. Вот технические характеристики. Видите, вот тут написано, вот грузоподъемность. Мало этого, два ПТС-4. 4,5 это объем, сколько поднимает грузоподъемность. Так, на этом я считаю, что эта лекция закончена. Спасибо за внимание. Если возникнут непонятные вопросы по сенокошению, сроки, например. В нашей зоне, если сказать по срокам, то сено, сено, ковыль. Когда говорят в народе, ковыль зацвел, пора начинать сенокосанную кампанию. А если есть многолетние травы, житняк, житняк тоже зацветает. Он тоже фазы есть у него, у житняка тоже всходы, кущения. Когда цветет житняк, житняк цветет, надо пора начинать косить. Если мы начинаем поздно, осенью, то семена выпадают. Вот ковыль, ковыль жесткой становится. Оно уже не то, что несъедобное, да, и будет скот кушать. Но уже мало, это как овцам, козам, оно в шерсть, везде вот эти иголки втыкаются. И плохо кушать будет. Или тяжело. Сено теряет качество. Лучшее время для сенокоса, это начинать с 10 июня и до конца августа. Да, мы косим и в октябре, и в ноябре. Снега нету, косят. Но это будут одни палки. Да, количество будет, но качества никакого не будет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ